Блин, я просто вообще не могу, я пошла, это невозможно. А люди, люди могут за это заплатить деньги, понимаете? Что за херь? Короче, я только что сделала макияж, я не очень понимаю, он хороший или плохой. Вот, оттяни, пожалуйста, потому что мне очень интересно, что ты скажешь, как человек, который явно разбирается в макияже. Трэш, ты как будто в трэш-салон сходила, ну и мейк-лиса. Ты чё, какая-то шутка, если да, то... Ну, прикольно, конечно, а так как бы не очень. Нет, ну этого я точно не ожидала, типа... Ну, я сделала макияж просто по идеальному чек-листу для идеального макияжа. Сегодня мы с вами устроим проверку чек-листов. Это моя новая рубрика на канале, где я делаю проверку всяких разных чек-листов. Недавно я проверяла чек-лист идеального свидания. Сегодня же мы с вами проверим чек-лист идеального макияжа с первой страницы гугла. Чек-лист идеального макияжа. Меня уже смущает то, что там нет никакого детального описания, что конкретно надо сделать А знаете, что это может означать? Это может означать, что что-то может пойти не по плану, а мне после этого так-то навстречу ехать Ага Увлажнение Чтобы обеспечить коже дополнительный уход и подготовить ее к нанесению тонального крема Перед макияжем распределите по коже легкий увлажняющий крем, сыворотку или масло Не указано, какое масло, но предполагаю, что не оливковое и не подсолнечное Не смешная шутка, но так иногда бывает Я буду использовать такое масло Правда не сказано, сколько наносить Предположим, мы нанесем три капли Благослови Ставим здесь галка Следующим шагом чек-лист предлагает сделать макияж век Вечерний макияж, оу, шит А нет варианта дневной макияж? Нет Считаю, что вечерний макияж, съешь грязь, сочетается просто великолепно Распределите праймер Праймер Поверх нанесите бежевые тени Затем наберите тени с матовой текстурой На пару тонов темнее кожи Эти тени похожи на тени, которые на пару оттенков темнее моей кожи Мне кажется, что да Широко подчеркните ими, орбитальную линию и контур нижних ресниц Как это сделать? Конечно же, не сказано Подчеркнула Тут сказано только про контур Наверное, потрясающе То, что сейчас я прочитала, сломало мне мозг Давайте прочитаем вместе, возможно, вы поймете, поясните мне в комментариях Начинайте с муки с коричневой базы Сначала наносите коричневые тени от складок века к внешним уголкам глаз Только после этого переходите к черным теням на тех же областях и на нижнем веке Так легче избежать размазывания грязных пятен Что есть такое? Я только что прочитал Давайте спросим у эксперта Кубрика вопрос эксперту Отвечает он Здравствуйте, господин Чимин Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что только что было озвучено? Специально для вас мы повторим этот вопрос Имя и стекло отвечает следующий Отвечаешь ты Может, ответите? Пришел главный эксперт Эксперт по пафосу Кофе-копатель Может быть, вы знаете правильный ответ на этот вопрос? Никто не понял, что было написано Попробую сделать, как понимаю Здоровье погибшим Если что, у меня есть маска В принципе, могу в ней пойти И на эти смоки с коричневой базой Коричневый цвет есть Кисть есть Что есть с коричневой базой? Я хз Сначала намесите коричневый тень от складок века К внешним уголкам глаз Хорошо, вот складка века Вот внешний уголок глаз Предположим Предположим Все еще предполагаем Мне все еще идти с таким макияжем на улицу Знаете, симметрия это важно Знаете, главное доступно объяснять А все остальное не важно Только после этого переходите к черным теням на тех же областях и на нижнем веке а черные тени всем здоровья особенно погибшим переходите к черным тенем на тех же областях и на нижнем веке так легче избежать размазывание грязных пятен спасибо если вы поняли у вас айкью явно выше чем у меня и у опрошенных гостей но там было написано что на тех же областях хорошо что этот чек-лист хотя бы бесплатный хотя наверное те что платно использовали его за основу судя потому что это первый ческ лист идеального макияжа в гугле 1 вы спросите почему тебе это не растушевать а я вам отвечу но потому что там вообще ничего про растушевку не написано я делаю как написано здесь написано что легче так избежать размазывание грязных пятен видимо чек-ли знать больше вот следующий третий этап он воистину пугающий оставшиеся свободным подвижное века покройте сияющими тенями яркого оттенка внутренний уголок глаза и подбровное пространство подсветить для этого подойдет хайлайтер или светлые тени с шиммером подчеркните черным карандашом слизистый контур глаз накрасьте ресницы тушью готова готова потрясающие сияющие тени яркого оттенка выглядят так оставшиеся века выглядит так сочетание цветов идеальное этот чек-лист похож на учебники где-то типа когда тебе нужно что-то объяснить и объяснение можно просто показать один раз наглядно или рассказать одним коротким предложением тебя описывают в 10 страниц и ты вообще ни хрена не понимаешь что ты только что прочел хотя если бы тебе все это сказали одним предложением то все прекрасно понял вот этот чек-лист это вот точно авторство человека который пишет учебники хайлайтер внутренним уголок глаза и подбровное пространство подсвечиваем зачем вообще говорит про цвета просто возьми хайлайтер и подсвети то что у нас не оформленные брови это как бы нормально так должно быть знаете мой первый макияж который сделался 12 лет был лучше тональный крем и здесь внезапно на удивление но чек-лист по тональному крему выглядит более чем вменяемо и объясните мне пожалуйста как можно было настолько тупо объяснить макияж теней тем более такой сложный и вот настолько подробно рассказать про то как наносить тон тут есть все способы спонжем пальцами или кистью но я предпочитаю наверное кистью сегодня уже все делать потому что честно говоря не хочу марать спонж или кисточку а все это великолепие наберите на руку тональное средство в нужном объеме двумя точками распределите крем по лицу буквально по паре капель на каждую зону не размазывайте тональный крем и это лишь подчеркнет текстуру кожи вместо этого похлопывающими движениями пальцев пройдитесь по всему лицу от центра к краям ладно я беру свои слова назад это очень непросто этот метод с двух капель по всему лицу распределить это просто извращение я просто вообще не могу я пошла это невозможно а люди люди могут за это заплатить деньги понимаете что за херь меня конкретно бомбит от того что кто-то реально может поэтому чек-листу вот так попробовать сделать макияж а потом и сомнится в том что вообще есть смысл в макияже никогда больше не будет краситься и это не история про принятие себя история про то что человек просто отчаяться и подумай что он настолько криворук что не смог по первому чек-листу в интернетах просто накраситься по факту это кошмар это кошмар это конечно мой косяк но я испачкала свою прядь в масле если шанс что она будет лежать теперь нормально после этого ладно шанс всегда есть чтобы вы понимали про брови в этом чек-листе не сказано вообще ничего то есть оставляем как есть дальше следует только макияж губ увеличить губы ну-ка даже без этого увеличить губы чтобы губы выглядели больше необходимо использовать светлый оттенок помады посередине а краям тон помады должен быть темнее я молчу про то что тут ни слова не про будру не про румяну не про фиксатор ну да хрен с ним напишите пожалуйста какой еще чек-лист вы хотите проверить чек-лист чего мы будем проверять следующим господи ладно я уверена что все равно хоть там не указано как растушевывать но когда человек бы такое увидел он бы сделал к минимуму вот так я просто в этом уверена любой человек поэтому я тоже сейчас хотя бы то что заливла тоном подчищу но это никак не спасет макияж помада более светлая особо салфетки для снятия макияжа стыдно конечно невероятно с таким макияжем сейчас человеком идти в ресторан но что поделать если что я просто буду сидеть так а когда я буду есть едой буду делать так ням 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 как хоть нормальные люди уже в пуховиках как хожу я чё ты сидишь в очках и в маске смываю макияж вообще с на туалете ну в общем пригласила машу марморис на свидание не прямой поцелуй нет это не кликбейт реально у меня юбка крошка есть там где попа не но а